В комментариях какой-то человек, парень, какой-то просьбу высказал о том, чтобы я поместил какой-то материал о том, что с какой скорости строить бизнес сетевой, насколько важно быстро работать. Очень правильный вопрос. Умный человек написал эту просьбу, высказал. Я вам хочу сказать, что от скорости построения вашей организации, от того, как быстро вы стартуете в этом бизнесе, в сетевом маркетинге, я имею ввиду, зависит очень много, очень, практически 80%. Я знаю, что люди разные. И по темпераменту, и по цвету, как мы выяснили. Люди разные. Они с разным темпом могут начинать, но принципы, хочу вас заверить, остаются неизменными. Скорость построения бизнеса имеет чрезвычайное значение. Представим, что вы начали. Представим, что вы начали. Ваш спонсор привел вас в бизнес. И ваш спонсор немедленно говорит вам, бери телефон и звони. Звони своим друзьям. И он начинает вашим друзьям рассказывать об этом бизнесе, делать презентации. И требует от вас, чтобы вы все больше и больше и больше приводили людей. Вы говорите, ну хватит, ну давай чаю попьем, давай остановимся. А он требует, чтобы мы работали, чтобы... И вы видите его заинтересованность, что он хочет, чтобы вы заработали как можно больше денег. И среди ваших людей находятся такие, в числе прочих, которые говорят, я хочу, давай. И они тут же включаются в этот бизнес. И ваш спонсор работает не покладая рук. Он повторяет презентацию 9, 10, 20 раз. И вы видите, что он работает для вас. Потому что каждый новый человек, который покупает продукты или становится вашим дистрибьютором, приносит вам деньги. Вы ему благодарны. Вы видите, как делается этот бизнес. Поэтому вы начинаете осознавать, так вот почему он такой богатый. Скорость, скорость, темп. Все происходит одновременно. Вы одновременно подписываете людей, учитесь подписывать людей. Через некоторое время под руководством спонсора вы уже начинаете участвовать в презентации. Потом вы их говорите, а потом вы в две руки уже говорите. Он в одном углу, вы в другом. Так строится дело. Вы научились делать презентацию. Вы попробовали продукт. Вы научились рассказывать об этом бизнесе. Вы научились регистрировать. Вы выполнили всякие технические тонкости. Сразу, быстро. Вы все увидели живьем. Вы увидели, как спонсор реагирует на всякие выпады, отрицательные высказывания, отказы. Что он не расстраивается. Он понимает механизм отбора, отбора, отбора. Вы работаете быстро, стремительно. Вы увидели деньги. Они вызывают в вас радость. Вы начинаете верить, что это хороший бизнес. Вы видите, среди большого количества людей находятся такие, которые говорят, да. Значит, кому-то это надо. Значит, для того, чтобы найти других, вы понимаете, что надо просто большому количеству людей сделать правильное предложение. Вы все увидели в первый день. Второй день с утра начинается точно так же. И так три дня. За три дня у вас выросла группа. 15-20 человек. Вы заработали 500-800 тысяч долларов за три дня. Вы поверили в этот бизнес. У вас полно энтузиазма. Вы горите. И ваш спонсор, умный, талантливый человек, за вас спокоен. Он построил вам группу, в смысле себе, из ваших знакомых. Он помог поговорить с вашими друзьями. Он вам сделал начало. Старт быстрый. И вы понеслись. Что вы будете делать? Вы будете повторять действия спонсора, если вы с мозгами. И он будет делать все, чтобы у вас получилось. Поэтому, несмотря на то, что, повторюсь, люди разные. И у каждого имеет право на разный темп и разную скорость. На разное, претендует на разное время изучения всего и так далее. Есть зеленые, есть красные, есть синие и так далее, и так далее. Холерики, меланхолики и прочие сангвиники. Но, я хочу вам сказать. Здесь нет теории. Здесь есть практика. Поэтому, если вы заходите в бизнес и имеете цель разбогатеть, сделать карьеру и преуспеть, то тогда вопросов нет. Вам нужно работать так. Если вы зашли, просто посмотреть, попробовать, пощупать. И через какое-то время, поняв, что это хорошее дело, добавить больше оборотов. Это ваше право. Если вы зашли для того, чтобы через месяц свалить, потому что вы вообще такой человек, непостоянный. Вы семь раз женаты. У вас постоянная смена работы. Вы сменили пять институтов. Вы начинаете в понедельник одно дело, а во вторник его бросаете. То тогда это тоже ваше право. И поэтому не верьте никому и никогда тем людям, которые говорят, что вот выжженная земля, переподписание населения. Речь идет о построении организации. Нет смысла ничего строить, если внутри нет продуктов, если внутри нет идеи, если внутри нет товара. Нет ничего. Тогда это просто не бизнес. А если вы работаете быстро, это значит, что вы быстро продвигаете товар. Вы даете возможность людям быстро заработать. И вы никого силой не втаскиваете. И зашиворот не волокете. Вы даете право человеку принять решение самому. И он несет ответственность за это. Я работал в Энтвей 3 с лишним года. Я собрал там, честно скажу вам, все призы, все промоушены, все звания быстро. Теперь некоторые высказываются по поводу того, что я слишком много подписал, слишком много возбудил людей, слишком много заработал, слишком много, слишком много, слишком много. Даже те, кто от этого выгоду получал свое время, теперь мне это говорят. Но это не серьезно просто-напросто, по крайней мере. Поэтому вы не верьте никаким теориям. Всегда есть люди, которые берут на себя ответственность, подставляют свои плечи и отважно бросаются. Еще ничего не видя впереди. В то время, когда хитромудрые всякие смотрят, а пусть кто-нибудь сделает сначала. И я тогда включусь. Но фишка-то вся в том, что зарабатывает, получает. Тот, кто больше рискует. Тот, кто сразу, стремительно, быстро разобравшись с ситуацией, начинает действовать так, чтобы продавливать. Идея сама по себе ни хрена не стоит. Тот, кто придумал один доллар, тот, кто сделал десять, а тот, кто продал сто. Чтобы продать, нужно идею, воплощенную во что-то, внедрить в сознание людей. Для этого нужно мужество, для этого нужен натиск, для этого нужна энергия, для этого нужно объединить людей, нужно показать своим примером. Кто-то, может, этого не понимает. Тогда это их проблема. Не верьте тем, кто ни хрена не заработал, кто треплет языками, кто только критикует, сидя за компьютером и тусуясь в чатах. Живая жизнь там, среди людей, нужно искать идею, которая объединила бы людей. Нужно, чтобы бизнес был легальный, законный. Нужно, чтобы люди, которые возглавляют этот бизнес, были с мозгами, чтобы у них хватило ума быть щедрыми. И вот этих столпов, которые берут на себя ответственность в первоначальные моменты, когда ничего нет, когда голое поле, чтобы их поддержать и осыпать вознаграждениями. Вот как делается бизнес. И я вам честно скажу, я сейчас, как на Украине говорят, в захвате, потому что я нашел такую идею, воплощенную в реальность. Я нашел такое дело, и я сейчас очень горячий. И вам желаю найти такое же дело, быть горячими, работать быстро, стремительно, зарабатывать много денег и радоваться от того, что вы каждый день получаете отдачу финансовую. Радоваться, что ваши люди начали, следуя за вами, дублицируя ваши действия, получать деньги и радоваться, что они домой могут принести торт, что они могут жене новый лифчик купить, что они могут бензином машину заправить, что у них началось. Они сопли размазывать месяцами, а потом выпадая по одному из бизнеса. Быстрый старт – залог успеха. Понятно? Вперед! Продолжение следует...